Канал Политвестник ТВ начинает новый проект «Россия-2013». Мы будем рассказывать о том, как живут люди в российских городах в этом 2013 году. Первый город, который посетил Политвестник ТВ – город Киров. Вот она, набережная реки Вятка. Приехать в Киров и не побывать здесь – нонсенс. Красота, какие русские дали. Впрочем, начальство к этому не имеет никакого отношения. Всего лишь природа. Но какая? Как вам живется в Кирове? В Кирове. Я с 64-го года живу, так я уже привыкла, живу и живу. Я больше не живала, кроме Нижнего Тагила. Сейчас как в Кирове живется? Вот при Никите Белых. Как? Вы знаете, честно сказать, нам сейчас пенсионерам живется нормально. Я получаю пенсию 18 тысяч. Я хорошо живу. Я что хочу, то и покупаю. Ну, живу я, конечно, не одна с сыном, со снохой. Но они с меня не требуют. Я им только за квартиру дам. Даю, если хочу, даю, хочу. Нет, они с меня не требуют. То есть вы все довольны? Да, а что мне? Мне уже 84 года. Я всем довольна. Только было бы почище немножко и все. А почище это что, грязно в городе, да? Да как не грязно, что как не грязно? Люди сами виноваты. Да. Посмотрите, выйдешь, пакеты наберут дома и выбрасывают у себя под окном. Или мусорные, где люди отдыхают, скамеечки. Тут бросят и пошли. Скажешь, законируют на замечания. Никто не делал. А кто? Это молодежь. Мы раньше сами убирали во дворе. Субботники сами организовывали. Никто нас не организовывал. А теперь все ждут, когда их тыкнут, так они и то не идут. Ведь коммунальщики должны убирать. Вы же платите за это. Должны они, но не все же на коммунальщиков. А люди, где они мусорят, там и чисто. А если сами по дворам. Вот посмотрите. Ой, у нас опять на крыше, наверное, что 50 бутылок валяются. В сих. Из-под водки, из-под пива. А что, спаивают население? Или сами просто пьют? Нет. Мы живем, вот, Красногорский магазин, знаете, вот. А там же ведь магазин. А мы живем на втором этаже. Ну, значит, 9 этажей. На пиво, выпьют и на крышу. Выпьют и на крышу. В прошлый год три мешка утащили. Бутылок. И сейчас опять полноваляются. А почему народ пьет? А почему народ пьет? Да вот. Распустились? Не знаю, почему. Распустились? Конечно. А что же больше? А кто их распустил? Сами? Сами. Или денег много дают, или воруют. Я не знаю, где. Мы пенсионеры живем, но молодежь, которая вот в заводах или где-то работает, не платит людям-то. Или платят, вот, у меня две внучки, закончили институты, обе, и устроятся на работу на 5 тысяч зарплату. Ну, 10 им заплатят, да 5-то, черная какая-то. Это заставить, чтобы платили людям столько, сколько они зарабатывают. А как заставить? Кто должен заставить? Начальство кто-то, правительство или кто. Они ведь прекрасно знают, что это черная зарплата. И вот что, они с 5 тысяч, какую потом они пенсию получат, заработают? А не работать, им совсем-то даже есть нечего. То есть как-то так получается, что молодежь живет плохо и на работу не устроится, а пенсионеры хорошо, так? Инженеры нам хватает, у меня не 18, но пока 12, 13. Мне хватит, мне одежды не надо новой, мне не надо обувь, я буду донашивать, мне тоже 80 лет скоро. Я буду донашивать то, что есть. А молодежи-то хочется получше одеться, почище. А где они, на чего купят? Прожить-то, за квартиру заплатить. Так что, милый мой. Меня еще, знаете, что возмущает? А вот как так, чиновники воруют миллион, два, три, четыре. А Путин-то не знает об этом, что ли? Знает, что? Путин-то об этом не знает, что они воруют. Ну, наверное, не знает. Нет, не правда. А тогда, как это так, не знают? Как это так, не знают? А журналисты-то у него для чего? По всему... Журналисты же по телевидению рассказывают, какой Путин хороший и как все хорошо в стране. Вы же смотрите телевизор? Смотрю и газету читаю даже, потому что у меня сын ученый, и газеты покупают. И я говорю, бабушка там, мать там чего, ну я все-нибудь почитаю. Я возмущаюсь. Как так? Ой, пять миллионов, этот же Сердюков. Что он делал, неужели Путин не знал? Не поверю я ни за что. Святки леса вывозили, что не знали, что ли, местные власти? Вывозили, и что, они продавали миллионы. Сейчас вот судят, а толку что? Опять на неделю, опять кому-нибудь подсунут и опять отопадят его. Так что... Знаете, народ-то знает, а почему власти-то не знают? Раз народ знает, так власти знают. А раз газета пишет, так. Неужели Путин-то читает газеты? Не читает, но ему читают, и там что-нибудь, сводки какие-то дают. Ну, если умеет, наверное, читает. Наверное, ведь надо же воротить такими делами, Сердюкова это, надо же воротить такими делами. И на воле сижу. Ему надо в общую камеру, чтобы, где заки сидят, вот его надо куда затолкать. За кого? Сердюкова. А он сидит у него еще, и телевизор там, и все там. Вот, 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 вот еще народ-то чего бесит. Ведь тоже бесит. Украл? Украл, он, стащил в кафе, допустим, бутылку водки. Да? Два года. Вот еще народ-то молодежь-то, что бесит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова